Республика 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 в Хакасии. Сегодняшнее обращение дает нам большую, огромную надежду на хорошее будущее. Ольга Сильмах, Наталья Чудина, Антон Новожилов, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. С нового года в Хакасии электричество не подорожает. Тариф в 2014-м вырастет только один раз в июле. Так решил Государственный комитет по тарифам. Кстати, с 1 июля в Хакасии начнет действовать социальная норма на потребление электроэнергии. Пока норматив не рассчитан. Сегодня эту систему обкатывают в шести регионах России, в том числе в соседнем Красноярском крае. Там минимум установлен в 75 киловатт-час. Добавим, комитет по тарифам обещает обнародовать социальную норму потребления электроэнергии для Хакасии 1 марта. Найти возможность заработать можно даже в самом небольшом селе, уверены специалисты Центра занятости. Они проводят выездные встречи с населением. На этот раз они отправились в отдаленные села Аскизского района. Подробности в следующем материале. Сегодня работники Центра занятости встретились с представителями малого народа – шорцами. И так получилось, что консультировать людей сотрудникам пришлось не только по своему профилю. Я даже удивилась, что есть такие законы, как сегодня сказали. Шорцы живут в основном с того, что могут получить в тайге. Это сбор дикоросов и охота. Горячий сезон с весны до осени. А зимой в деревнях полное затишье. У нас деревня Николаевка взять. Вот у нас единственная сейчас община осталась. То есть заняться у нас деревня такая бесперспективная. То есть, ну нет, безрасцветная такая деревня, можно назвать. Ни автобус туда не ходит, ни магазина нет. Ни скоро туда добраться не может. Зимой заметает дороги нечестью. У нас нет денег даже на самый элементарный, на проезд, чтобы стать в Центр занятости. Практически все вакансии, которые может предложить Центр занятости, это вахта, а уезжать люди не хотят. Поэтому, как определили специалисты Центра, лучший выход – самозанятость. Год, не знаю, раза три надо приезжать и встречаться с ними обязательно. Потому что очень много информации, ну так скажем, что то, что происходит в районе, многие не знают. Но хотя мы довели сейчас, тем не менее. Осталось много вопросов. Тот же сбор дикоросов. Не налажен сбыт. И так в любом направлении. Изготовить что-то люди могут, а продавать некому. И еще местное население заинтересовало программой поддержки тех, у кого есть личные подворья. Это как раз тот случай, когда возможности людей и государства совпадают. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Больше 150 игровых автоматов уничтожили сегодня в Абакане. Эта партия не самая большая. Не так давно под гусеницей трактора их пошло более 400 штук. Всего же за последние годы счет изъятому оборудованию пошел на тысячи. В списке также рулетки и покерные столы. В этой партии однорукие бандиты, конфискованные в Абакане, аскизии и шара. Но прежде чем уничтожить технику, необходимо пройти сложную процедуру. Через суд установить, что у них нет хозяина. И только потом утилизировать. Показательная акция не последняя. В своей очереди ждут еще порядка 600 автоматов. Впрочем, склады МВД пополняются регулярно. В 2013 году таких фактов было очень мало, но тем не менее, две недели назад было также изъято порядка 10 игровых автоматов. Профессиональный праздник готовится отметить энергетики Хакасии. Напомню, состоится он в предстоящие воскресенья, но торжества по этому случаю уже проходят. В драмтеатре Абакана состоялся праздничный концерт. Там же глава Хакасии отметил почетными званиями и грамотами ветеранов и передовиков отрасли. То, что энергетика многогранна, знает, пожалуй, каждый. Гидростанции Хакасии производят электричество. По проводам сетевых компаний ток бежит к потребителям. ТЭЦ поставляют в дома тепло. Братья энергетиков в Хакасии насчитывает более 6 тысяч человек. Для Хакасии это одна из важнейших отраслей экономики, на долю которой приходится четверть промышленного производства республики. Вы только задумайтесь. 25% всей экономики республики это на ваших плечах. Виктор Зимин также подчеркнул, что за последние годы отрасль сделала серьезный рывок. Абаканская ТЭЦ готовится к запуску нового энергоблока, который дает перспективы в развитии Абакана и соседних районов. Сетевое хозяйство растет. Важнейший объект СШГС практически оправилась от аварии 2009-го. В следующем году станция по планам должна быть полностью восстановлена. Только полгода после трагедии 17 августа она стояла безмолвно. Но сейчас, уже месяц назад, мы запустили новый, абсолютно новый, седьмой гидроагрегат по счету. В Абаканском драмтеатре сегодня собрались передовики отрасли. Глава республики наградил 40 специалистов почетными грамотами и медалями за трудовые заслуги. Шестеро удостоены звания «Заслуженный энергетик Хакасии». Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия. Пред новогодние дни у кого-то проходят в радостных хлопотах, а для кого-то становятся настоящей головной болью. Михаил Тихомиров из Абакана уже второй год подряд несет убытки. Неизвестные срубают ели прямо в его саду. Более 15 лет ушло на то, чтобы возле дома вырос настоящий оазис. Около 50 деревьев, сосны, лиственницы, кедри, рябины, березы и елочки. Именно за новогодним символом и приходит неизвестный грабитель. В прошлом году черный лесоруб позарился на молодое деревце. На ее месте весной пенсионер высадил еще три. В этом году, думаю, как-то надо уберечь. А как уберечь? Он вчера пришел ночью, сосенку одну он срубил, а елочку, где-то 2 метра, которую осенью я высадил из палисадника, он ее тоже топориком маленьким. И ушли в сторону пятиэтажки. Расстроенный пенсионер заявление в полицию писать не стал. А если бы злоумышленника нашли, ему бы грозило реальное наказание до трех лет. Срубленная чужая ель приравнивается к краже. К долгим новогодним праздникам уже готовятся на станции переливания крови. Статистика показывает, что рождественская неделя становится самым горячим временем для служб экстренной медицины. Именно поэтому в преддверии всеобщих каникул учреждение создает запас донорской крови и ее компонентов. Сдать кровь в декабре приглашают как постоянных доноров, так и новичков. Особенно в эти дни ждут добровольцев с отрицательным резус-фактором. Нерадостное известие для любителей подледного лова. Рыбалка на водоемах Акасии по-прежнему опасна. Теплый декабрь не дал им замерзнуть. В частности, не получится сейчас посидеть с удочкой на реке Абакан. По всему течению реки промоены. Толщина покрова в районе Абазы сейчас от 15 до 40 сантиметров. А вблизи столицы республики только 10-15 сантиметров. Что касается Красноярского водохранилища, то и здесь не везде лед крепкий. Выход и тем более выезд на водоем крайне опасен, предупреждают инспекторы ГИМС. Это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я желаю вам приятных выходных и до встречи на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова